Всем привет! Сегодня у нас на канале будет не совсем традиционный видеоматериал без покатушек, без музыки, монтажа и прочего просто сугубо информационный посвящен он тому вопросу, который чаще всего начинает мне задавать в комментариях а именно обзор велосипедов, их компонентов из чего, где состоит, как, с чем скручены и почему именно так где это взять и за сколько это купить ну а также почему именно это поэтому приступим порадуем этих страждущих людей это у нас первый, собственно, основной велосипед мой транспорт до работы, мощный, тяжелый, быстрый вес 70 кг, скорость в районе 85 по максимуму, ну по прямой мощностью от 4 до 8 кВт то есть на 4 можно ехать долговременно, на 8, чтобы проверить максималочку, не знаю, обогнать и так далее надолго и включать нельзя, батарейки будут обижаться общая масса батареи здесь у нас по-моему 22 кг, что-то такое 60, нет, 80 вольт, 60 ампер часов ну и мотор, так называемый кромотор еще первой версии, толстый, тяжелый, сам по себе весит 10 кг вместе с покрышкой с ободом все 15 вилки в обоих великах одинаковые это морзочий монстр, ну почти одинаковые этот просто Т2, а там Т1, различается только по ходу по весу примерно тоже одинаково там этот 5 кг, это 4 или 4,5 кг так, сам велик второй в сборе лайток 39 кг мотор тонкий, киловаттный в номинале киловаттный, естественно тот в номинале 3 кВт этот киловаттный типа, вкачивается, соответственно, если тот вкачивается от 4 до 8 здесь вкачивается обычно от 2 до 3 собственно, это зависит от контроллера, который применен это у нас, у обоих стоят уже Max контроллеры, так называемые единственное, это Mini E маленький, 6 фетовый а это Max E, большой, толстый, 12 фетовый собственно, различаются тоже по мощности у них у контроллеров номинал у этого, по-моему то ли 7 киловатт и максимальное 14 а у этого 3 киловатт с максимумом в 6 ну, естественно, на 6 он, кстати, работал я помню, когда я ездил с вот этим мотором на этом контроллере работал, но недолго, естественно но ехать можно было, вполне нормально получалось отличительная черта этих контроллеров наличие дисплея на котором отображается вся необходимая при езде информация конкретно скорость, режим, который у тебя выбран их тут 3 текущая пройденная дистанция температура мотора, это очень важно ну, собственно, текущая мощность, текущий ток и самая тоже важная часть остаточный пробег, исходя из последнего потребления за где-то, по-моему, минуту то есть ты всегда знаешь доедешь ли ты до туда, куда надо или не доедешь и, соответственно, с этим снижаешь скорость или не снижаешь или, наоборот, увеличиваешь ее даже и, опять-таки, если ты видишь, что на моторе уже температура превышает 120 градусов лучше особо не лупить а то он перегреется собственно, с чем связаны ограничения по температуре у моторов любой директ драйв мотор да и вообще, не только директ драйв мотор обладает какой-то своей массой то есть, если этот весит 5 килограмм этот 10 и, соответственно, нужно время чтобы нагреть эту массу соответственно, при этом у моторов, у любого из них, естественно есть теплотвод на крышке какой-то во время движения и самое главное условие не греть его выше 120 связано это с тем, что вот эту массу которая они обладают она достаточно долго нагревается поэтому вы можете вваливать на старте вот вы ехали из дома по максимуму и он будет постепенно и очень медленно греться а также очень медленно греется соответственно его обмотки теплотвод с которых уходит на корпус но у меди есть такое замечательное в кавычках свойство что чем больше ее температура тем больше у нее сопротивление соответственно как только ее температура у меди подстегается до 120 градусов поднимается соответственно дальше у нее растет уже квадратично сопротивление обмоток и температура 140 по сравнению с тем как набиралось до 120 еще учитывая что интернационность массы которая уходит на статор в общем до 140 поднимется уже мгновенно буквально за два разгона поэтому не греем выше 120 и живем счастливо для того чтобы это избежать некоторые делают различные ухищрения например делают дырки в моторе в крышках по периметру с двух сторон и соответственно получается что-то типа проветривания ну плюсы понятны минусы скорее всего ну тоже очевидны то есть дырявый мотор в нем набивается грязь в нем скапливается вода со временем хотя вода в принципе она будет испаряться поскольку мотор греется до 100 градусов и вода при 100 градусах имеет свойство испаряться но все же хоть и живут в принципе такие моторы по два года я не знаю я хочу лазать в чистый мотор если я в что долезу а не в какой-то грязный и пыльный потом следующее ухищрение которое есть это ферромагнитные жидкости или просто масло какое-нибудь которое тоже через какую-нибудь дырочку сюда заливается в мотор и типа передает больше и более эффективности чем воздух типа от статора к ротору то есть крышкам крышкам и магнитам ну и вы уже сразу догадываетесь в чем минус этого подхода если на обычном моторе мы едем 120 ну как бы на пределе догрели до 140 остановились на перекрестке остыли это ничего страшного то в случае при наличии какой-то жидкости в моторе которая передает тепло непосредственно на магниты и крышки как только мы на перекрестке остановились на 120 140 градусах у нас сразу прекращается теплообмен ну резкий теплообмен закручение мотора об воздух и при этом тепло со статора очень резко переходит на собственно на ротор то есть у нас на магнитах повышается температура сразу до 140 120 градусов а точка кюри у них как раз где-то полно 120 и мы просто мы уничтожаем эти самые магниты они размагничиваются поэтому вот такой подход с ферромагнитными жидкостями или просто маслом ну не очень как бы на мой взгляд рационален в этом плане что-то да конечно у тебя будет он медленнее греться до критической отметки но во время критической отметки это уже чревато и ну еще один маленький момент допустим если залить масло в тот мотор оно тупо со временем будет постепенно вытекать из мотора и сочится здесь потому что соединение между подшипником осью оно естественно не герметично а масло по-любому с крыжек по время остановок будет постепенно стекать в центр ну и вытекать через день здесь с этим лучше здесь стоит сальник который не даст это сделать но все равно вот захотите вы сменить подшипники где-нибудь через 10 тысяч километров открывайте мотор а там все в масле вы не за этим покупали электрический двигатель чтобы ковыряться с маслом в двигателе но в общем подход конечно имеет право на существование есть еще экстремальные версии охлаждения когда здесь ставится у нас там есть один человек на форуме чупа который ставит мощные канальные вентиляторы от серверов по моему не помню по 500 ватт что ли чуть ли такого подводит через трубку к распределителю здесь у него тоже на входе дырки по мотору и здесь выхлоп соответственно полностью продувка у него мотор никогда не греется но это надо обладать прямыми руками соответственно навыками 3D принтером чтобы печатать необходимые недостающие детали ну и фантазии ну и в общем-то желанием вкачивать в несчастный мотор больше чем надо насчет вкачивания больше чем надо почему нельзя вкачать вот в этот мотор те же 8 кВт что вкачивается сюда и почему при номинале в 3 кВт сюда можно вогнать шестерик а сюда можно вогнать трешечку при номинале в 1 все дело упирается в КПД сечение обмоток то есть как бы это сказать да вы можете загнать сюда допустим вместо ну условно говоря там 40 ампер 100 ампер проблема в том что сечение обмоток слишком маленькое и собственно 50% наверное из этих 100 ампер уйдут не в работу двигателя не в коэффициент полезного действия а тупо в нагрев это все равно что если взять какую-нибудь балансированную соплю вот такую и попытаться ее нагрузить током которому которому нужен вот такой провод то есть он просто начнет греться ток будет потребляться как бы мощность на индикаторе будет он говорит ну чуваку все хорошо ты валиваешь 8 кВт но ехать ты будешь кВт на 5 соответственно поэтому предел у этого где-то десяточка максимум у этого ну 3-4 дальше вообще нерационально так что еще можно по моторам сказать а ну за счет чего собственно этот у нас 3 кВт а этот типа номиналом 1 кВт за счет того что толщина статора здесь 30 мм а там 50 мм то есть тут магниты тупо почти в 2 раза толще ну и соответственно ширина статора тоже 2 раза толще и меди 2 раза больше ну и масса соответственно тоже 2 раза больше обязательно надо поговорить про намотку мотора и про количество витков на 1 зуб с чем это связано и для чего это надо моторы даже внешне одинаковые особенно вот на примере вот этого толстого они бывают очень разные бывают вот это кромотор оригинальный он всегда делался на базе 4 виткового кваншуня но кваншуни сами по себе вот чем кромотор отличается от того же кваншуни да ничем просто берется этот самый кваншунь точится новая ось под велопосадку велотолщину и в крышках стачивается лишний металл для того чтобы можно было установить звезду велосипедную но это так лидическое отступление так вот кваншуни они бывают разные если покупать подумать что зачем я буду переплачивать за кромотор и куплю каисе кваншунь вон он там толба валяется по дешманской цене можно сильно ошибиться и взять так называемые двухфитковые моторы или трехфитковые на самом деле два с половиной тоже хрень еще та если оригинальный кромотор делается на четырех витках и едет в общем-то неплохо то есть у него без паншуни по типичным китайским контроллерам скажем так скорость будет равна скорости напряжение батареи то у двухфиткового мотора вроде бы все гораздо интереснее поскольку у него скорость допустим 100 км в час если у этого должно быть 100 вольтовая батарея то двухфитковый мотор сможет выдавать 100 км в час холостого хода даже от 50 вольтовой батареи но какой ценой он не будет ехать с места вообще и еще до того как он разгонится хотя бы до 50 км в час кпд двухфиткового мотора то есть двухфитков на зуб в смысле вот в этом смаз оно сильно хуже чем у четырехфиткового мотора и соответственно что получается вы выезжаете вы нажимаете газ в пол пытаетесь разогнаться при этом у вас дико греется как контроллер потому что ему приходится переваривать больше фазные токи потому что вы же не хотите ехать динамикой меньше чем старый допустим четырехфитковый мотор как и сам мотор которому приходится переваривать очень часто потому что разгон торможения это естественный цикл в городе эти самые фазные токи то есть грубо говоря чтобы динамика двухфиткового двигателя сравнялась с динамикой соответственно четырехфиткового двигателя ему нужно в два раза больше фазного тока то есть если я ставлю здесь 350 ампер фазного то четырехфитковому чтобы ехать так же нужно 600 ампер фазного извините фета не выдержат провода они тоже не выдержат они тут конечно достаточно толстые но не на 600 ампер явно то есть эффективность двухфиткового мотора ну она нужна она обоснована только одним если у вас не мотоциклетное вот такое колесо а скутерное колесо с очень маленьким радиусом то есть у него покрышка уже надета сразу фактически на мотор тогда да два витка еще имеет место быть потому что тогда получается что его обороты на самом деле на 100 км в час это ну как если у меня мои 100 км в час у него это будет как раз искомые 60 км в час но это очень частный случай честно говоря скутеров на электричестве я видел маловато основном топ велосипеда по ресурсу моторов здесь у нас стоит всего два подшипника слева справа раз 10-20 тысяч их лучше конечно поменять ну они же работают там фактически на сухую то есть у них нету иной смазки чем той которая есть внутри уже из завода они не обслуживаемые по деньгам собственно моторы по моему киловаттные вот такие тонкие моторы на алиэкспрессе стоят в районе 200 долларов с доставкой толстые 3 киловаттные по номиналу это где-то обычно 500 долларов тоже с доставкой как-то так наверное перейдем плавно к самим контроллерам как я уже сказал на типичном китайском контроллере скорость мотора обычно ограничена напряжением батареи также эти контроллеры несколько туповатые обычно работают квадратными импульсами на мотор посылает и отсюда этот характерный такой троллейбусный губ в разгоне и движении такой чем хорош Макс и вообще любой синусный контроллер тем что у синусного контроллера за счет плавности подачи тока растания напряжения этот гул отсутствует полностью то есть абсолютно бесшумные варианты в качестве еще синусного контроллера можно привести Mark 2 но говорят на форуме у него есть проблемы с реакцией на ручку газа ну и честно говоря ну не знаю вариант конечно но я не проверял еще у него естественно нет дисплея какого-то отображения но это в принципе уже присущно любому другому контроллеру который не Mark контроллер ему обязательно нужен какой-то внешний ваттметр чем хорош макс ну кроме того что у него этот ваттметр бесшумности это все понятно по сравнению со всеми остальными китайскими контроллерами особенно если у вас большое напряжение ну как большое выше 50 вольт зарядку на 50 вольт найти легко зарядку на 60 вольт вы найти тоже в принципе можете хотя это уже будет сложновато весить она будет много особенно если это просто китайский вариант какой-то ток у нее будет все равно относительно маленький но особой портативности речи не идет есть вот такие замечательные блоки всевозможные серверные от телекоммуникационных станций они весят мало выдают много но у них одна маленькая проблемка они все 50 вольт соответственно если у вас батарейка 50 вольт он вам подходит если у вас батарейка выше с типичным обычным контроллером он вам не годится ну кстати блок питания на 80 вольт вы вообще нигде не найдете кроме как там толпал под какому заказу и то это будет как так вагон и маленькая тележка спасибо не надо 10 килограмм ну зачем надо так вот чем хорош макс он позволяет заряжать батарейки до 100 вольт любые любыми блоками питания с напряжением меньше чем батарейное соответственно вы просто берете вот этот телекоммуникационный блок питания подключаете катушку которая кстати продается там же в адапте или можете в принципе смотать ее сами один провод в фазу второй провод в регенный зарядный он уже используется для фары заодно и все и запускайте зарядку от 50 вольтового блока питания своей батарейки на 100 вольт и все отлично и еще один момент если вы возьмете такой блок питания и даже у вас будет такое же напряжение батарей 50 вольт что сделает эта зарядка она ввалит все свои 3 кВт в несчастную вашу батарейку если у вас батарейка от фонарика как например половинка вот этой она просто скажет и обидится соответственно макс контроллер позволяет этим процессом управлять я даже могу в принципе показать давайте даже запустим это дело вешаем катушечку и запускаем блок все процесс прошел и теперь вот это самое веселье на экране загорается charge и мы можем зайти в меню которое показывает ток сбоку питания поскольку у него 50 вольт допустим у него ток там будет ну 30 амп может 35 и батарейный поскольку он через мотор катушку повышает контроллер напряжения до вашего батарейного соответственно при 80 вольт эти 35 ампер превращаются ну в 20 где-то в 19 и вот самое веселое этим всем процессом можно полностью управлять то есть можно зайти в настройки зарядки и указать какой ток вы хотите снимать с блока питания и каким током вы хотите заряжать вашу батарею то есть она не ввалит бездумно все свои 3 кВт в вашу батарею а поступит именно так как вы и зададите и так будет с любым блоком питания то есть от него не нужны режимы cc-cv constant 2 constant current как в случае обычного зарядника то есть он может даже уходить шудаун если его превысить его лимиты но это как бы не будет мешать зарядке через макс контроллер вы просто выставляете ток меньше чем собственно взвалительный снимать с этого блока вот и все вот такой плюс что можно еще сказать по ценам ну макс контроллер это конечно весьма дорогой товар на самом деле по российским меркам конечно допустим толстый длинный макс стоит по моему 50 рублей короткий макс вот этот маленький мини он стоит по-моему 25 что ли это уже после кризисной цены до кризиса конечно все было гораздо лучше когда я это покупал по-моему этот мелкий стоил пятнарик а тот как раз стоил 25 в китае естественно вы их не купите это отечественный продукт насчет обычных контроллеров мак 2 и же с ними типичные квадратные контроллеры с этого с алиэкспресс они будут стоить в общем-то поменяемых денег по-моему 50 долларов что-то там в районе получается сколько там 3-4 что ли тысяч наших рублей на данный курс 57 или 60 что-то такое и этот мак 2 по-моему продается в районе 100 долларов соответственно за тишину вы еще доплачиваете в два раза и получаете в общем-то бесшумный байк единственное конечно вот этот бак с ручкой газа но я не знаю есть он сейчас нету его сейчас уже еще один момент все китайские контроллеры не то чтобы это минус но и не плюс однозначно они управляют мотором по принципу скорости то есть каждое положение ручки газа соответствует по сути на самом деле оборотам которые выдаются на двигатель то есть что это значит вот вы стоите вы нажали газ насколько-то там вы думаете типа на 80% это не означает что вы допустим вы дадите 2 киловатта на старте и фазного там сколько-то по вашему желанию это означает что вы задали установку разогнать мотор до 80% по оборотам то есть в этот момент валится максимум тока и максимум фазного чтобы достичь этих оборотов вы не управляете мощностью вы управляете скоростью мотора соответственно в марсе и по-моему в марке тоже можно делать наоборот задавать режим управления током собственно на котором я всегда езжу и он гораздо удобнее то есть при нажатии с места на какой-то уровень мощности мотор будет поддерживать эту мощность а не эти обороты это еще наглядно видно в режиме круиза если ручка управляет скоростью мотора а не его мощностью то на ее оборотах ну не на ее оборотах в смысле на ее положении скорость в горку из горки падать не будет и возрастать он будет ехать постоянно ну с горки естественно разгонится чуть побольше но просто мотор не будет работать в этот момент и все а в режиме поддержания мощности у вас соответственно в горку скорость упадет чуть-чуть потому что вы ездите на постоянной мощности которой недостаточно чтобы ехать на этой скорости в горку а с горки соответственно увеличится это надо тоже понимать то есть дал как первый вариант контроля с бочным управлением гейт на 50 вольт конечно походит но потом он захочется чего-то еще это чего-то еще это плавность ходу удобства управления зарядки и так далее скорости мощности и в общем все по нарастающей пойдет поэтому у меня сейчас собственно два велосипеда не один к батарее как я уже сказал там у нас 80 вольт 60 ампер часов а здесь была батарейка вот это моя старенькая тоже 80 вольт но 27 ампер часов то есть здесь у нас 20 с 12 п там 20 с 20 п по соответственно 12 килограмм и по-моему 22 килограмм я уже говорю что то 22 весит по элементам мощность снимаемые с батарейки потому что на самом деле можно попытаться из такой маленькой батарейка ехать допустим на те же до 8 киловатт зависит от самих элементов сейчас я найду какой-нибудь элемент вот на этих элементах gd1 розовеньких собрана вот эта батарея это высокоемкостные но низкотоковые элементы то есть у на них у них 3 ампер часа заявлено и по даташи тут с них можно снимать до 2 c поясню то есть с 3 ампер часовой батарейки можно снимать до 6 ампер то есть двукратную емкость на самом деле конечно снять это можно но тут вступает действие другой элемент важный называется характеристика линии не элемент батареи называется внутреннее сопротивление любой провод любой участок цепи обладает своим внутренним сопротивлением то есть считайте что у вас здесь сейчас найду какую-нибудь да вот они считайте что у вас здесь стоит грубо говоря резистор и соответственно когда вы начинаете наваливать этот резистор греется то же самое происходит с батареей вы начинаете наваливать внутренние у них на самом деле довольно высокая в районе ну как бы самой покупки с момента это 60 миллион это уже немало а сейчас уже все 100 миллион на ячейку потому что ячейка извиняюсь 13 года вы но не выпуска сборки в батарее а выпуску ним вообще 12 то есть это 4 5 летний элемент у которого внутренне просела два раза так вот вы нажимаете тапку в пол с каждого элемента начинает сниматься по 6 ампер просадка на каждом из них становится где-то по пол вольта соответственно со всего блока это порядка 10 вольт это означает что 10 вольт умножаем на снимаемый допустим 100 ампер со всего блока в этот момент это киловатт мощности которая сеется в тепло просто так именно поэтому на втором бой в байке на втором блоке стоит уже термодатчик который показывает мне температуру ячеек внутри корпус и позволяет мне не право флить момент когда хватит наваливать хотя на самом деле я почти никогда и не наваливаю но это отдельная песня это в основном становится видно на междугородних поездках вот эти большие типа кавказ крым урал когда ты просто разряжаешь всю батарею в течение дня потом заряжаешь еще раз разряжаешь ее в течение дня и вот тут уже конечно приходится внимательно смотреть за термодатчиком не пора ли открыть лючки и проветрить немного батарею дальше для контроля состоянием батареи и мониторингом нужен какой прибор раньше когда не было говорится не масс контроллеров ничего такого ну либо ставили обычные бмс кем они позволяют отключить нагрузку при превышении как максимальных характеристик элемента то есть при разряде меньше чем 3 вольта на ячейку случае литий он допустим 2 и 2 спайна вернее и при заряде выше там 4 и 2 но они ничего не показывают о их состоянии поэтому для того чтобы понимать что же творится и почему у вас вдруг отключилась как это обычно пишет и бывает на всех формах я ехал ехал раз почему-то батарейка выключилась такого чтобы понять почему она выключилась использовали вот такие вот девайсы называется девайс ссылок подключается балансирным выходом и показывает состояние элементов их напряжения на каждом из них 379 373 701 милливольт разбега отличные показатели почему же не ездить с ними постоянно да все очень просто во первых он бывает только до 8 с батарейка у нас даже моем случае допустим 20s то есть таких над приборов 3 во вторых даже если их расположить красивенько где-то на корпусе это не отменяет того что девайс питается от самих ячеек от вот этих при этом питается неравномерно он питается только от первых четырех это означает что если воткнуть его 8s блок у вас первые 12 вольт будут постоянно разряжаться последние 12 вольт будут соответственно в тонусе и в течение полугода допустим где-нибудь хотя даже быстрее на самом деле это приведет к тому что на последних там 20 процентах на половине ячейку вас будет еще какое-то напряжение тех которые не питаются цивоги она подросавшейся половине уже нет и надо будет балансировать их как это делать если такое все-таки произошло или просто элемент попался дефектный у него большой саморазряд за которым не успевает 1 и бмс если она есть берется типичная мобилозарядка или профессиональный девайс типа и максом соответственно случай макс и все очень просто мы берем включаем его указываем подтыкаем вот эти балансированные самые провода и говорим что балансировать пожалуйста на такую-то химию с таким напряжением и все окей ждем там часа два три четыре сколько потребуется в случае если у вас такой штуки нету берется как я уже сказал обычная мобильная зарядка 5 вольтовая из него выводится 2 2 соски как бы сказать две иголочки вставляется непосредственно в тот элемент который надо подтянуть до уровня остальных ну и собственно заряжается с периодической проверкой чтобы не право вклицов на перезаряд небольшой ну то есть допустим все ячейки 378 1 чек 3 65 берем просто мобилу зарядку вот такую вставляем эту ячейку до 2 иглы подсоединяем провода и ждем пока на ней не выровнится по сравнению с остальными все как только она выровнялась отключаюсь и радуюсь им жизни сейчас конечно все просто это один из плюсов тоже макса у него есть своя собственная бмс сейчас я открою крышку покажу таскать подкапотное пространство а кстати насчет просадки еще вот этот момент упомянуть своя собственная бмс которая помогает отслеживать состояние ячейки без разбора то есть мне не надо снимать крышку лезть сюда и тыкаться цилогом достаточно просто зайти в меню и вывести вот этот график и мы увидим что происходит внутри он показывает динамические напряжение каждого элемента процессе его жизни разгона там торможения там просто стабильном состоянии как сейчас бездействия 9 милливольт верхнюю нижнюю границу он постоянно показывает по максимальному минимальным элемент поэтому график сюда чуть-чуть пляж что ну как бы зумит насчет вот этого про то что я забыл и не сказал это тоже относится к внутреннему сопротивлению как и любая химия скорость реакции зависит от ее температуры соответственно чем выше температура элементов тем быстрее идет реакции тем меньше просадка на этой элементе и чем ниже соответственно температура батареи все химические реакции замедляется просадка увеличивается это касается относится к режиму езды зимой если летом мы постепенно с нагревом наоборот уменьшаем просадку соответственно отдаваемая мощность постепенно растет хотя тут тоже пока двух концах у каждого элемента указана максимальная температура до которого стоит грите максимальная температура при которой можно снять снимать его дата шипные показатели то зимой соответственно нужно стоит обратная проблема нам надо греть батареи так чтобы у нас внутренние не скатывалось минуса для этого я использую вот такие листы подогревом это здесь подогрев зеркала 24 вольта он где-то даже есть чек до 20 до 24 вольт на самом деле мне конечно от него такое напряжение не подавать не надо поскольку он просто начинает аж коробиться уже предназначен для того чтобы быть наклеенным прямо тут вот отклеивается эта штучка он приклеивается к зеркалу а моем случае он просто лежит вот так если я подам искомое напряжение вопрос начинает скукоживать от такой мощности которой он выделяет но вот от 12 вот он как раз выделяет порядка 20 ватт 15-20 ватт этого хватает двух элементов они хватает ни одного потому что это мы столько одна сторона байк чтобы удерживать температуру внутри корпуса на батареях зимой относительно в наружный на плюс 20 градусов то есть я приехал на работу поставил его на стоянку и ушел за бортом допустим минус 10 потом вечером выхожу из офиса подхожу к нему сажусь а на батареях то плюс 10 а не минус 10 ехать домой гораздо веселее поскольку батарейки теплее мощность выше едут они бодрее они можно ехать на токи с них более бодром вот такие вот пироги тут кстати видно блоки этого двигателя 1 2 3 4 5 с той стороны по 12 вольт каждый из них было когда-то сделано с точки зрения взаимозаменяемости но в принципе не пригодилась но с другой стороны иначе в эту раму здесь и не всунешь то есть там первое вставляется по моему вот эти нижние два блока потом вот этот кладется на них потом вставляется средний поднимается наверх а потом запихивается уже окончательно этот последний блок и обратно соответственно в такой же последовательности тут иначе не получится из чего можно делать батареи вы уже видели этот элемент это 18650 типичный элемент уже повседневно он используется уже в фонариках во всяких радиостанциях приемниках сейчас я даже найду на нет найду на на убрал до убрал ну ладно в общем повсеместно можно делать из пакетов пакеты бывают либо просто так лежат либо так называемые когда-то народные котлеты можно заняться экзотикой поискать еще железо фосфат на это уже относится химия не фарфактору по химии у нас бывает в общем-то три варианта химии ну не считает на свинец конечно какой не это обычный ион литий полимер и литий железо фосфат которого здесь нет у него никогда не было надеюсь не будет в чем плюс и минус железо фосфата плюс в том что он вроде как не должен гореть по крайней мере по всем обещаниям но хотя я видел ролики на ютубе где он все-таки прекрасно не только дымит но и горит минус его соответственно сразу в чем вот этот элемент энергоемкость 260 ватт часов на килограмм у этого элемента это на самом деле ячейки из вот этого достаны по моему где-то 180 70 ватт часов на килограмм уже из фосфата же 102 часов на килограмм то есть если вы хотите батарейку такой же емкости и такого же напряжения железо фосфата и и габариты будут тупо в два раза больше и вести на будет два раза больше для относительно портативного электротранспорта это категорически неприемлемо плюс железо фосфата наверное можно отнести заявленные производителем ресурс по циклу например для обычного литий-она он составляет порядка 500 циклов то есть через 500 циклов у вас остается 80 процентов емкости то есть это допустим от 3 ампер часов номинальных у вас остается два с половиной железо фосфата эта цифра несколько оптимистичнее составляет 2000 циклов почему относительно плюс да потому что я еще не встречал на форме ни одного человека у которого за по прошествии нескольких лет езды на фосфатах и не выходил как минимум один два элемента в год из строя причина брак а брак потому что уже не осталось по моему ни одного производителя железо фосфата дата шитом которого и качеством эти элементов которого можно было бы доверять последний такой производитель по моему было 123 systems но он уже года полтора как банкрот и соответственно что вам пришлют на замену вместо сдохшего элемента с надписью 123 от одному богу известно в плане обычного литий-она с этим гораздо спокойнее и веселее например есть у нас и уже всякие сани панасоники самсунги соответственно они не врут своим таши там на форуме и соответствующие тесты проверяющие характеристики реальной остаточную емкость спустя там цикл этом деградацию и так далее у литий-полимера это всякие туринжи зип и компакты в общем тоже проверенная тема работает нормально и раз уж мы скатились до производителей есть еще одна замечательная вещь они она ужасно замечательная вещь так называемые железо фосфата от хидвея такие толстые синие банки с винтовыми этими крутилками контактными никогда вообще никогда не собирайте батарейку на хидвеях это жуть страшная у них дичайшие разбег будет вы их никогда не отбалансируйте они всегда разбегаются то в глаза то в глаз то в красную армию как говорится в общем бегите от них как ультрафайеров а ну вы же еще надо не знаете что такое ультрафайр это когда на алиэкспрессе висят вроде приличный типа банки с надписью ультрафайр и над и гениальными циферками типа 4000 ампер часов 5000 ампер часов 8000 ампер часов а по факту там полтора ампер часа и гайка ну как положено в китае еще есть такая подстава когда бывает вроде брендовый элемент за вполне адекватную цену но чуть меньше чем рыночная и при этом у него где-нибудь буковками мелко написано great be или great си в общем таких элементов лучше тоже не покупать это просто-напросто не прошедший контроль качества то есть great а это оптимальное ну максимальное качество то который по даташиту соответствует great be это с отклонениями great си соответственно еще больше отклонения то есть если попытаться сэкономить и заказать несколько коробок таких элементов по приходу окажется что вот где-то минимум 15 процентов из них имеют уже сразу сам разряд порядка еще десяти процентов скорее всего будут иметь емкость несоответствующую номиналу и возможны всякие там еще замятия корпуса и так далее и так далее ночью ну great be чё с него взять как говорится вот именно из таких элементов когда-то из был собран вот этот бог маленький тогда мы кому заказали не помню 500 элементов что ли и еще как минимум 100 элементов мы отбраковали потом процессе мы сидели каждый элемент мерили тестером есть веселая история была зафоткана когда-то на мной даже в общем отобрали такие из них то есть сэкономить не получилось все равно пришлось часть элементов просто отобрать на фонарик да они не значит что они совсем плохие фонарики они вполне верится походят но в батарею ставить нельзя замучитесь балансировать точно так же как хитвы насчет форм-фактора чем плохо хорош тот или иной вид упаковки так сказать но я думаю плюс пакетов очевиден сразу они прекрасно ложатся в любую квадратную емкость за счет своей формы минус пакетов думаю ну хотя не он не настолько очевиден их легче повредить у них за счет того что нет вот этой плотной металлической оболочки проткнуть какой-нибудь проволокой винтом гвоздем их гораздо проще чем мы здесь если вот здесь случайно перестараться и закрутить какой длиннющий болт вместо стандартного сюда и добраться до самой батареи в общем то ничего страшного не произойдет ну вы да получите минус на раму возможно немного фейерверк но вы быстро сориентируетесь что к чему и прекратите свои опасные действия можно возможно даже не придется менять элемент случае же с пакетом вы просто продыряете к фигам как горит литий я думаю вы можете найти на ю тубе легко очень эффектные видеоролики особенно допустим у этих как там курильщиков то у них во рту клево взрываются эти элементы вместе с этими электронными сигаретами это кстати к тому о том что произойдет если попытаться перегрузить элемент током в два раза там больше чем по его даташиту у него отстрелит клапан и пойдет фейерверк возможно чем соответственно дальше минусы вот этого пакета кроме того что их легко повредить насчет вот этого клапана здесь если вы получите замыкание во всей параллели на один из элементов но у вас все выгорит вместе с байком с квартире кстати всем остальным если вы повредите лишь один элемент хотя конечно да не перезарядить и возможно у него просто сработает клапан вот этот сверху и он отключится от общей сборки и все то есть у вас будет просто как бы пустая банка просто болтаться ее поешь придется потом разобрать вынуть поменять но зато это не приведет ни к чему страшному я не может не привести ни к чему страшному да 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 в любом случае литий опасен он горит горит очень хорошо и ничем не тушится поскольку это щелочная среда самодостаточная для поддержания открытого огня поэтому крайнем случае я очень надеюсь мангал просто можно взять успеть откатить куда-нибудь на балкон и я бы с ним пусть он там горит дальше чем можно сказать по батареям из чего лучше собирать как я уже говорил про внутреннее сопротивление соответственно зависимости от него желаемых мощности емкости веса можно выбирать элементы из которых вы будете комплектовать батарею а также соответственно будет соответствовать ему от этого будет зависеть их цена допустим с вот этой батареи при вот таких элементах на допустим даже 60 миллион как бы номинальных можно было снимать 2 киловатта долговременно 3-4 кратковременно если собрать точно такую же батарею по габаритам фонфактовый весу но из высокотоковых элементов с внутренним порядка 14 миллион типа там dbh e2 lg или и же с ними с этого блока можно будет снимать уже те же самые допустим 10 киловатт которые можно вогнать в этот мотор и он не будет на это обижаться вообще единственное у него соответственно сразу емкость будет уже там не 2 и 6 как будто когда-то была теоретическая а сразу не больше двух допустим первых киловатт часов но соответственно он будет выдавать больше мощности то есть тут просто-напросто палка двух концах либо у вас больше тока меньше емкость либо у вас больше емкость меньше тока вот и все дальше по ценам я к сожалению не знаю сколько сейчас чего стоит на рынке по батареям поскольку мои батареи уже довольно старые этой уже четыре года этой три года я не отслеживал динамику цен но в целом догадываюсь что вот эти уже раз в два скорее всего подешевели и есть как минимум очень выгодные предложения на рынке которые достают из автомобилей тесла автомобилях тесла если никто не знает находится тоже элемент 18650 они там скомпонованы поблочно такие большие квадратные блоки по 440 элементов один блок плюсы он мало стоит то есть в рознице его легко достать где-то за 700 тысяч долларов в зависимости от его состояния по циклам минусы этот блок неразборный он из очень крепкого пластика защищен от всех ударов повреждений и так далее и чтобы достать элементы из него придется его растворять где-то целый день в какой-нибудь кислоте на самом деле не кислоте но это не суть важно в общем придется дышать химией чтобы расковырять его и вы руки будут в клею соответственно на дерьме но это мелочь дальше в отличие от всех остальных блоков двое элементов боков элементов готовых тесла банках вот этих у них нет во первых наружные термоусадки вот этой защитной и нету вот этого колечка плюсом соответственно при монтаже батарею надо добавлять это это то есть приклеивать колечко покупать и где-то и засовывать термоусадку и усаживать иначе вас будет просто коротыш но как я уже сказал учитывать стоимость блока в 1 килобакс за 400 элементов это очень даже неплохое предложение свое время вот этот бокс стоил по моему 2 килобакса что такое когда курс был по 30 соответственно и я что-то выложил по моему варятки порядка 60 рублей за все это дело еще кстати плюс одновременно вот как вот этот корпус который является минусом тесла блоков он одновременно и плюс если вы закажете где-то его с ebay к вам не пристанут таможенники фишка в чем один элемент хорошо два элемента на почте хорошо три элемента нормально 10 элементов батенька до вас коммерческая партия когда вы тащите к себе допустим 300 элементов или 500 элементов потом придется очень долго и нудно объяснять таможне что батарейка состоит из такого количества элементов и все это нужен для производства лишь одной но одного аккумулятора соответственно тесла блок так как он вот таком корпусе плотного пластика он идет как one piece это можно не возникает никаких вопросов это один большой батарейный блок и все в общем рационально и разумно принципе сейчас для больших по емкости батареи использовать теслобанки для маленьких по емкости вот типа вот как в айдрайве конечно лучше что-то в районе 14 миллионов я уж не знаю какие элементы сейчас могут подойти условия подходить три года назад это были уже дбхе по моему вторые сейчас потом не сейчас а пом через год два появились четвертый и дбхе еще что такое в общем как то так по батареям вроде все по подогрев рассказал про бмске рассказал внутренняя емкость ну в общем то на самом деле и все по электрике остается теперь обсудить только ну ходов вилки колеса обода резину вилки в принципе обычные велосипедные конечно ходят однокоронки но если у вас скорость превышает уже 60 километров в час лучше конечно задуматься что он то чем-то двухкоронным потому что ну тупо когда вы влетите в яму вилку может просто отломать если она будет однокороны на 2 корона все-таки надежность гораздо выше по колесам когда-то вот этот мотор 10 килограмм веселый именно в точно таком же обуви велосипедном обода естественно надо брать всегда двойные одинарные ни в коем случае не годятся да и войны не все очень часто бывают всякие двойные которые тип облегченные супер легкие и тому подобное они очень тоненькие маленькие действительно легкие но соответственно они менее прочные поэтому обода надо брать тяжелый дунхильные кордовые нам все таки не на педалях тут катать а нагрузку выдерживать в чем минус тяжелых моторов вел ободах если вот этот мотор весит 5 килограмм а тут 10 килограмм вы можете представить какая нагрузка приходится на обод при налете на кочку поскольку это все не подрессоренная масса она тянет за спицы именно этот обод и вся эта масса прилетает именно в обод вот просто-напросто складывается пополам именно поэтому тяжелом моторе теперь стоит moto обод и мото покрышку чем кстати минус мото покрышки мото обода я думаю вы тоже сами догадываетесь он стальной покрышками сантиметр толщины камеры к ней еще как дунхильные по сути и в итоге то что здесь бы весело 2 килограмма там висит соответственно 5 килограмм со спицами с ободом с резиной вот так вот но на надежность зато надежность ну ладно вернемся к вело составляющим так вот 55 килограмм на двойные обода в принципе дунхильные еще более-менее они живут нормально мы ездить можно влетать в ямы и тому подобное ну или конечно можно и на толстом моторе если не влетать я мы на где вы найдете дороги в россии без я это ладно резина по резине не превзойденным по совокупности характеристик цена-качество ресурс является резина максис куклом она сликовая очень накатистая очень крепкая то есть не очень толстые боковые стенки и довольно стойкая к изнашиванию то есть один баллон так выходит по где-то 5000 километров на заднем и 10000 на переднем колесе потом просто напросто замечаю что у тебя уже протектора нет у тебя ровная гладкая поверхность и правил поменять этих упом и они тоже бывают разные на разные радиусы соответственно у меня там 24 колеса на бывайте 26 бывает даже 20 для всяких лиги радов и разные по толщине стенок бывает еще двухслойных ук вам он больше всего подходит для заднего колеса он еще более крепкий но в принципе и одинарный даже не разрывается потому что допустим какие типичные кенды как вот здесь особенно какие совсем уж дешевые кенды которые ставят всякие стелсы и прочее в оригинале прям они обладают очень тонким кордом и этот корд через 500 километров становится вот вот такими как бы как бы сказать то лесенкой не лесенкой складочками от того от крутящего момента мотора и тупо соответственно потом по ним рвется так вот или вот тут кингры железу тоже не самая приятная вещь в общем резина с тонкой боковиной тоже облегченная на ни в коем случае не годится с этим есть отдельная боль посвященной шиповки зимой вы нужно нужен по-хорошему нужно ставить шипованную резину проблема в том что выбор у нее конечно гораздо более ограничен чем обычный летний и допустим популярная спайк швальба швальба спайк про или просто спайк она прекрасно себя чувствует на переднем колесе но совершенно плохо относится к мотору и дело даже не в том что у нее вылетают шипы или еще что-то шипы как раз у нее кстати особо не вылетают проблема в том что именно та самая стенку не очень тонкая ради веса и это велосипедная шиповкой и там из за счет вот этой шипов самих там вес прибавляется они экономят на всем они сэкономили на карте и это резина она просто односезонная она вылетает просто ну на следующий сезон то есть если передняя ходит спокойно два сезона и вы его меняется по причине того что у нее сточились шипы то задние меняется по причине того что она к весне уже просто рвется вот и все поэтому на переднем и на заднем на тостопузе у меня теперь вообще не бывает шиповки да принципе зимой я уже мало езжу на самом деле мне лениво морозится уже и мыть велик особенно по приезду в общем по резине все по колесам все по расположению батареи но думаю ни для кого не секрет что самое оптимальное расположение это в центре рамы но если у нас центре рамы места нет очень многие любят лепить его на багажник него их батареи на багажник сзади на консольный не на консольный если у вас не подвес и же с ними это очень плохо чем это плохо сейчас я поясню когда вы едете и начинаете поворачивать вы болтаете велосипед накриняете что происходит в этом багажником он пытается вам открячить задницу в ту или иную сторону или вообще так как он менее физически закреплен чем вся остальная рама он начинает вот так не тихлятся приятного в этом мало безопасности в этом тоже особо никакой нет в общем все что на самом деле находится выше вот этой линии между рулем и задней осью это всем в минус по ходовке по устойчивости поэтому чемодан спереди если у вас нету здесь место или вы не хотите его тратить это лучшее решение что можно было вообще придумать до кучи чемодан еще балансирует велик то есть у вас здесь 10 килограмм батареи и здесь там мотор с колесом 10 килограмм у вас центре принципе можно вот тут взять и ничего нигде ничего не перевесит ну еще один косвенный плюс чемоданом то что когда у вас здесь набита 10 килограмм лития у вас вилка становится просто мега плюшевый то есть при наезде на любую лежачий полицейский сжимается именно не подрессоренная масса снизу та самая а не верхняя верхняя как раз обладает достаточной инерционностью чтобы гасить все колебания снизу это то самое чего так не хватает мотору поэтому никакая задняя подвеска с тяжелым мотором сзади она работать не будет именно за счет того что здесь подрессоренная масса легче чем не подрессоренная здесь с этим придется мириться ничего с этим не поделаешь так ну под тормозом под тормозом он я не знаю интересно не потому что это объективно объективности здесь быть не может здесь сугубо личное мнение у меня допустим нет у него одного из великов задних тормозов у меня есть только передние дунхина естественно и все а задние я использую просто оригинальное торможение мотором потому я просто считаю ненужным жечь колодки и тратить энергию в нагрев когда можно ее запихать обратно в батарею тем более на толстом моторе эффективность торможения такова что в принципе соответствует неплохой гидравлики да там с каким-нибудь 160 ротором типа сзади якобы если бы он был бы но соответствует то есть очень эффективно на скорости а уж там после 20 км в час можно дотормозить и передним ну и в качестве аварийного тоже все равно как бы при аварии как бы вы не старались тормозить задним у вас все равно при достаточном силе торможения у вас зад просто это поднимется соответственно задний тормоз работать не будет быть все на переднем вы будете это висеть висеть в полу таком наклоненном положении с понятым задним колесом ну стопе так называемым как-то так по приводу по приводу в смысле педальному приводу последний не освещенный аспект как я уже говорил у этого мотора можно поставить одну звездочку хорваты это в общем то делают но с учетом 15 килограмм заднего колеса и в 70 килограмм велосипеда в кавычках целом занятие это малоприятное скорее всего носит просто характер аварийного привода и один раз я им даже пользовался где-то под духой когда мне сказали что мы здесь стоим и ждем тебя я коса поехал ехал пока все не кончилось но это отдельная песня это так здесь в тонким моторе в принципе такой на ставится стандартной 7 скоростная трещотка стандартный переключатель и все это прекрасно крутится на фоне вместе с друзьями где-нибудь или просто на катушке невеломании с кем-нибудь в обычных поездках за милую душу потому что вес позволяет габариты ну и в общем то это уже мало отличается но они меньше отличается от обычного велосипеда чем вот этот тумбочка на двух колес ну в общем как то так надеюсь все это было полезно я светил достаточное количество информации чтобы можно было не теперь спокойно кому-нибудь подумать всем спасибо всем пока